нам нужно залогиниться залогинились и теперь надо что-то заказать окно поиска это можно если ты залогинился ты можешь на сайт просто перейти на сам получается надо держать отдельный этап ты можешь просто залогиниться он запомнит а потом на сайт выйти выбрать там вот я зашел в кабинет смотри смотри на экран вот есть заказы вот воспользуйтесь поиском показал а вот и потолок и там давай махапарт например фигня в том что позволяет отсортировать потому что уже у него нейтронная есть так вот у нас есть сзади лесной лесным по-моему заказывал даже то что ты заказывал то не знаю я понимаю то есть уверен что у них нет фильтра искать электронные книги старом этом каталоге есть в этом общем как выйти из на старый гранд и доступа она вот по ходу там быть все этим будет просто не одна книга как это свои да покажи добавить заказ это притом что нейтронное издание у тебя отмечены внизу ты обрати покажи но этот блин поэтому ориентироваться это очень стрёмно потому что другого нет бывает такая что она не светится на самом деле она есть даже через зад когда у тебя есть список реальный вот который я термом тогда ты точно буду знать что где и почему понятно проще дальше вот мой заказ единичка появилась нажимаем заказ сделать заказ можем заказать пять книг вот он появился это блин же миллион кнопок нажать чтобы ставим здесь галочку подтвердить закан ну скажи как человек с айкью я не знаю повышенный может разобраться в этой веренице нажимание кнопок все вот она появилась да и теперь мы ее нажимаем и она должна открыться открывается значит она открывается здесь вот вверху по умолчанию low quality да мы меняем на это очень стрёмная фигня по умолчанию на лог quality если книжка почему-то блин опять все через зад работает короче если книжка не укорочите нужно сказать по-русски короче если книжка позднего года выпуска которую можно выкладывать в общий доступ копирайтам а если книжка допустим кого-то 1800 года которая общедоступная у них ты заходишь сюда и она почему-то по умолчанию high resolution в общем на это место надо обращать внимание да но мы там бывает можно поменять как галочку можно куда поставить да если на нее нажать она поменяется на хай я сейчас покажу пока что не надо это делать то мы нажимаем вот сюда и выбираем здесь дополнительные инструменты инструменты разработчик появляется вот такая штука есть платка network по умолчанию будет какая-то другая вот и теперь вот вот теперь мы нажимаем сюда загружается просто просто но нам не обязательно зайти в каждую страницу или в карты на затеи надо зайти в каждую чтобы загрузилась каждое ясно то есть можно принципе мышью не тыкать туда можно на клавиатуре кнопку нажать вправо я стоит вот короче она допустим там загрузится и так нельзя делать да да потому что загрузится страницы не все тогда ясно вот надо просто зажать эту кнопку дождаться пока она промотается полностью вот и когда она промотается полностью а еще есть нас вот она когда все это дело происходит здесь вот есть такая цифра общий размер до загрузилась на текущий я не знаю у меня по-разному бывает оптимально здесь было 200 мегабайт может чуть больше не больше 200 до 220 может быть там в районе 200 потому что дальше почему-то когда ты пытаешься сохранить это все файл может тупо вылететь и все понятно большие книги сохраняем кусочками по 2 как это делается то есть вот допустим 200 мегабайт дошло сохраняем его вот здесь своего как ты выделяешь все файлы там секундочку до сей волос хоре понял своего там сохранить всю сессию и все а смысле сей вол он она и сохранить все файлы мне их никак эти они как отдельно выделять не надо это все здесь на любом становится все хорошо вот она значит сохранить его так он его как хор сохранить так да и теперь мы нажимаем вот эту кнопку а все убираемся чтобы сессия числа и дальше поехал все понятно 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 короче бывает видим от компа скорее зависит чем даже от их интернета на разных компах пробовал и почему на очень навороченном компе тоже фигня не знают кривизна хрома вот понял короче в этом хоре получается это просто архив которым лежит все джипеги да да джипеги закодированы 64 вот там что-нибудь надо учитывать при компиляции pdf или там все и никаких уехал из него не получишь тебя нужно запустить вот тот скрипт который я тебе присылал он работает мы с этим на компе он есть же нечто ты можешь продемонстрировать просто весь этот цикл ну вот допустим мы сохраним питон по устанавливал и а в питоне там надо будет единственное что указать название как хочешь принципе проще когда ты указываешь название уже самой книги тебе будет проще ориентироваться ничего не просим хорошо тебя спросит имя запустили мы скрипт и он сейчас будет тебе вопросы всяких задавать вот да у нас обвозит путь о тебе он спрашивает и путин спасает название папки она тебе будет складываться все папки где у тебя лежит сам скрипт и логично было бы указывать прямо имя книги название книги хорошо демонстрировать прям таки вот полноценно не словами а как бы по-настоящему все можно отсюда скопировать ему это единственное что не это вот на русской раскладке работать отказывается водить чертов здесь вот и когда ты это проделал я да ты можешь по-настоящему смеси сделать я и сделал ты пока центр не нашел же сейчас ты готов ты достаешь получается джипеги дал раскадирует их и складывает в эту папку все классно а а и ты их как бы тихо рыс разы клок сразу клал в корень с той же папкой где и скрипт хорошо и значит соответственно он куда это все распаковал он распаковал в ту же папку где и собственно арене в без папки в той же папке где скрипт лежит появилась вот эта папка анатолий тоже любит фар прям родственной души а ну все понятно а дальше уже называется собираем педевку прекрасно понял есть ли идея как какой-нибудь этап еще можно автоматизировать или это как бы типа максимум того дочери додумался и не просто облом его ковырять какие там них пути как потому что они все это усложняли со временем доступ к самим файлов у меня первые программы были просто указываешь ссылку на разы скачался и все тут да они потом придумали значит актива ломать да да и это все со временем меняется меняется и меняется задолбала уже потому что надо каждый раз смотреть менять код поэтому я сделал так это проще для меня здесь этом это не усложняли она все равно загружается ладно единственное что можно сделать если у тебя будут ли разные люди это собирать она сейчас заточена под хар с одним и тем же названием что значит хар с одним и тем же названием но по умолчанию дает там какое-то название да 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 и он под этим же названием я вы сохраняю все будет много я могу его изменить просто чтобы ты сам выбирал какие или чтобы все хары в папке обрабатывал да в принципе я не вижу сейчас необходимо еще что-либо менять ну дай посмотрим как пойдет просто если тебя игрую сразу килограмм то мы каждом вот чтобы его каждого не переименовывать если ты напряжешь много людей они будут это делать и сохранять их под разными именами чтобы они отличались друг у друга захочешь отличались за вот тогда ты можешь прописать чтобы он всех ар и обрабатывал да если они будут писать прямо название хара ток называется книжка это можно и первый пункт этот вообще там где он спрашивает название папки отбрать название папки из названия файла создавать и туда все распаковывать сразу можем так сделать то есть я пришлют там не знаю 50 этих файлов ну да пусть и шоу тебя будет сразу писать класс все ладно понял и тогда выключаю запись у меня вопросов больше нету тогда жду от тебя таблицу